Ю! Какая-то здесь! Сегодня мы с вами вместе врываемся в игру под названием Contrabant Police и зачекаем, что она из себя, в общем-то, представляет. Я забыл включить вам экран, но ничего страшного, вот-вот, теперь-теперь всё есть. Короче, какая-то демка прикольная, по идее, нам надо проверять на границе различные автомобили, которые через нас проезжают. Я, учитывая свой опыт игры в Papers Play, в принципе, думаю, справлюсь с этой задачей. Вы, как всегда, не забывайте ставить лайки, конечно же, подписываться на канал. Ну и погнали смотреть, что за такая новая игрулечка, по идее, скоро будет релиз. Вот, а это такая быстрая демка, работа мечты. Причём бесплатная, мне даже ничего платить не пришлось, чтобы её, в общем-то, затестить. Рендеры довольно прикольные, выглядят классно. Полицко написано, видимо, что-то польское. А наверху написано Welcome to Akačistón. Акаčistón. 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 Всё-всё сходится, всё правильно. Абсолютно славянские буквы, к которым мы так привыкли. Стоп Бордер написано. Окей. Ну, зачекаем, что за игра. Мне было интересно. Я просто видел какие-то отрывки, кусочки небольшие в Стиме, в рекомендациях. Вот, поэтому сегодня глянем. Честно говоря, я уже не знаю, как растянуть время, пока она загружается. Поэтому... Как дела у вас? 42%. Блин, это супер медленно. Я не знаю, что происходит. Кстати, при загрузочном экране я увидел, что там есть другие, типа, прологи и демки. И одна из них была Car Mechanic Simulator. Я не уверен, это от тех же самых разработчиков, которые делали Car Mechanic Simulator. Потому что у меня на канале эта игра есть. И мы с вами в неё играли. Вот. Просто... Это, если это одна игра, то это должно быть прикольно. Потому что в Car Mechanic довольно интересные механики, с которыми можно прям круто повзаимодействовать. Уже 80%, а словарный запас и идеи, в общем-то, уже начинают заканчиваться. Нужен контент срочно. Так, 93% и... 3% рифмуется с... Огни. Да. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Let's go! Наконец-то. Погранпост Карикатки. Акаристан. О, я правильно это прочитал? 16.04.1981. О, Чернобыльская авария ещё не произошла. Окей, мы куда-то едем. Я бы сделал игру погромче. Потому что я всегда во всех играх убиваю звук, а потом такой... Блин, чё так тихо? Да. Просыпайтесь, товарищ. Скоро приедем. Ребята поспорили на ящик водки, что вы и недели не продержитесь в этой дыре. Но комиссар почему-то вас верит. А можно мне глаза открыть? Или это как в Скайриме будете? Знаете, типа... Ха-ха-ха. Типа, просыпайся. Ха-ха. Они придумали язык или нет? Следуйте всем его приказам, иначе кончите как розников. Бедняга, он просто хотел немного подзаработать. Всё понятно. Блин, звучит как какой-то... Болгарский, да? Да, похоже на то. Похоже на болгарский. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О, блин. Ну и чё? Ладно, вот и добрались. Доложитесь комиссару. Удачи. Они серьёзно сделали 50 минут касс-сцену, типа, где нет касс-сцены. В чём прикол? Или это у меня что-то с экраном? Я просто... Типа, есть текст, не за субтитры, но игры самой нет. В чём прикол? Ой, слышу, что я могу ходить вперёд-назад. Значит, скорее всего, это дело во мне. Не знаю, давайте попробуем полноэкранный режим включить. И, там, не знаю, поле зрения, например, увеличить. Может быть, это что-то поменяет? Применить, продолжить. И нет. Не удивлён, что это демка. Ха-ха-ха. А давайте я попробую перезапуститься, наверное. Сейчас я закрою игру и попробую открыть её снова. О! Нет, почему? Просыпайтесь, товарищ. О, я проснулся в этот раз. В прошлый раз мне проснуться не удалось. О, матрёшка, кайф. Хеллоу! О. Нормально. Блин, красиво, кстати. Выглядит неплохо. А чё там? А чё там? Я подозреваю, что мы в каком-то пазике прямо едем. Нет, это реальный язык. Это реальный язык. Может быть, даже реально польский. Хотя я не слышу никаких шипящих. И только я это говорю. Он такой... Нет. О, блин. Сделаем покровчик еще немножко всю эту историю. Да. О, блин, переборщил в этот раз. Хотя, блин, ладно, всё. Окей. Ладно, хорошо, всё понятно, бро. Так и сделаю. Буду следовать всем приказу. Ну, красиво, реально. Так что первый раз я этого не увидел. Вот мы и приехали. Нам. А чё там за школьник стоит? Я понял. Всё, давай, бро. Давай. О, реально пазик. Политика. Хеллоу. Это комиссар? Я его школьником назвал. Добро пожаловать, товарищ. Комендант Репнин. Припаркуйте. Неважно. А, он начальник гаража. Начальник гаража. Что за должность? Приветствую, товарищ. Мы вас ждали. Добро пожаловать на программпост Акаристана. В карикатке. А, это меня приветствует через громкоговоритель. Я комиссар Андреев. Я введу вас в курс дела. Окей. Возьмите информационное досье. Блин, выглядит хорошо. Капец. Прикольно, когда игра не только черный кран. А, это внутри. Я что-то наверх смотрю. Нет, все-таки сделаем потешим. Все это, что это звук. Эээ. Ммм. Так. Да. Прикольно. Помещение для задержанных. Ууу. Солик. Стребников. Начальник тюрьмы. Нормально он чилит здесь. С кайфом. Да, блин, почему так громко? Мне кажется, она становится громче с каждого раза, когда ее открывают у меня, грёбарня. Нормально. Можно все пощелкать. Так приятно. Да она еще и щелкает. Так приятно, блин. Мне нравится. Мне содержится правило поведения. Должна ставить инструкцию. Я что-то интуитивно на этап нажал, и оно сработало. Кайф. Проверка документов. Имя и фамилия. О, это реально как выброс, плиз. Разрешение на въезд. Верьте с календарем. Номер паспорта. Печать. И по автомобилю. Капец. Отлично. Давайте приступим. Опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. Хорошо. О, это шестерка же. У нас семья такая была. Кайф. У меня фара разбита, кстати. Окей. Хелло, бро. Завезда, водитель обязан предоставить комплект действующих документов. Привет. Пробственно раду. Спасибо. Информационное досье. Каждый должен, как минимум, предъявить свой паспорт и паспорт автомобиля. Валенький козлов. Соответственно... О, блин, кайф. Это лучше, чем кайперсплесс. Единственная причина для отказового въезда. Единственная машина. Так. Разбиты фары. Это точно есть? Сейчас. Тип машины завеет. 1800 килограмм. Посмотрим номер. Сексен. 2520 МУ. Подождите. Че? Че надо сделать? Как посмотреть? Типа, тут нарисован глазик, но я не понимаю. Окей. У него сзади фары тоже разбиты. Ммм. Что-то досмотрим. Разбиты фары. Икс-2. Окей. Посмотрим багажный боярный капусту. Окей. Сзади двери. Окей. Мотор завершен. На этом все. Сейчас. Капот тоже можно открыть. Кайф. И мы можем посмотреть вообще, что внутри. О, это прям реально? Если это кармихалик симулятор делали, то, блин, тачки здесь хорошо проработаны. Кстати, похоже. По внешнему виду. Так. Че с зеркалами? Зеркало целое. Вроде нормально. Короче, единственная причина для отказа во въезде. Мотор, например, от произведения. Кабина внешняя. Окорестного автомобиля. Альбара. Королевская. О, блин, это реально Пейперсплис. Только его новая версия. Стоит рождения. 1 июня. Ну, наверное, да. Я не знаю. Я почти уверен, что мы можем его отпустить. Разрешить въезд. Да. Смотр окончен. Въезд разрешен. Так. Имя, фамилия, срок действия. Печать. Типовой бланк. Печать. А че за печать должна быть? Печать. Есть, да. Типовой бланк. Тип автомобиль. Вес автомобиля. Вес автомобиля где посмотреть? Где он на весах же сейчас стоит, правильно? Или нет? Ограничения. Подозреваемые. О, тут еще и подозреваемые появятся. Последствия. Че такое? Развесить. 1230. Там типа до этого количества должно быть или нет. Опись грузов, регистрационный номер фото. Смотрите на лицо водителя. Ну, вроде, да. Вроде все подходит. Я думаю, что мы разрешим ему въезд. На этом все. Посмотр разрешен. Вроде как же правильно. Въезд разрешен. Let's go. Let's go. Хорошего дня. Хорошего дня тебе, комрад. Let's go. Меня, скорее всего, сейчас уволят. Что ж? Отличная работа. Это решение было правильным. Вызовите следующего водителя на контроль. Хочется. Хозяйка. Даже, кажется, сотрудничество с террористом. Капец. Вам потом почитаем. Тут еще типа вот story есть. Вот эта вся история. Там чувак стоит. Окей, ладно. Next. У него, наверное, какой-то косяк будет. Я надеюсь, что здесь есть туториал. Мне не придется все это проверять. Сейчас прям вот пытаться все это проверить. Развозившая. Не является гражданином Акаристана. Разрешение на въезд. Документы. Окей. Разрешение на въезд. Ай, на... Ага, соответствие. Вот здесь. Соответствие. Номер паспорта. Окей, срок действия. Сегодня какой день? 16 апреля. 1921. Так, окей. Оно действительно. Печать есть. Ага, здесь тоже печать есть. Там. Там. Не знаю, с чем это можно сверить. У-у-у. Ого, здесь прям... Ого. Трудовой лагерь. Старый разваленный. Радиолокационный пост. Блин, тут целая карта есть. Капец. Максимальный вес 550 килограмм. Ну-ка, сейчас посмотрим. 660 килограмм. Ну, он с перевесом. Ладно, давайте проверять. Что у нас под капотом? Вроде ничего интересного. Теперь сидим ровно, не двигаемся. Взять движок. Прикольно. Движок, кстати, классно выглядит. Так. И посмотрю, что сзади. И вроде ничего такого особенного, необычного. Что-то... Блин. Было бы здорово, если бы у них можно было спрашивать, смотреть на их реакцию. Потому что зато многое зависит. Так, я правильно понял, что у него... Заклеена она или что происходит? А, она разбита просто. Так, разбита фаром. Одна. Спущены шины. Вес автомобиля. Прикрестик. Имя, фамилия, срок действия, номер паспорта, печать. Типовый бланк, типовый автомобильный. Да. Фот, регистрационный номер, опись грузов. Вроде как, да. Спущены шины. Нет такого. Я думаю, что все, мы закончили. Можем его спускать. Есть разрешен. Let's go. Я пошел. А что, он разговаривает на нашем языке? Сейчас он из-за этого своего королевства. Он шаг, без акцента вот этого богатого. Королевство звучит. Нужно развернуть. Капец. Почему? Почему, почему? Срок действия. Тип автомобиля. Вес автомобиля неправильный. А, тип автомобиля. Фото было неправильно? Капец. Минус 100 баксов. Меня уволят нахрен. Капец. Жестко. Жестко. Ладно. Сейчас будем повнимательнее. Катайте. Вас сахарка контролировать. С чем покончим? Давай документы. Возьмите с возвратом. Конечно. Не переживай, бро. Я твою эту историю буду максимально внимательно смотреть. Завет. Как понять, блин, что за тачки? А, у меня же здесь это есть. Граничный контроль. Нужны машины. Завет. Завет. Сейчас посмотрим. Завет. Завет это оно. Кагастам. Республика Кагастам. Сейчас посмотрим. Кагастам. Официальные штампы. Ага. Печать неправильно. Что за звездочки, бро? Нет. Отказано. Ну, сейчас мы, конечно, еще посмотрим. Нам же... Нам же без разницы, по идее. Правильно? Посмотр завершил. Мне достаточно чего-то одного. Мы сделаем печать неправильную. Тип автомобиля правильный. 34 июля. Да. Номер паспорта. Не уверен. Да, короче, это не важно же, по идее, да, если печати нет. Я запрещу. Это еще не конец. Правильную печать поставишь в паспорте, бро. Ну, да. И погнал. Еще и фары разбиты у него все. Я должен прям все осматривать? 80 баксов. Требования для въезда в страну. Что там еще было? А, типовой бланк? Что такое типовой бланк? Спущены шины, разбиты фары. Сейчас посмотрим, что такое типовой бланк. Типовой бланк. Образцы бланков предоставлены на тоже доступной инструкции. Окей. What the fuck? Добрый день. Удобно? Удобно, что окно не надо открывать, бро. Вот что я тебе скажу. Блин, классная тачка. Можем прям сверху посмотреть, немножко что-то есть. Окей, ладно. Ой. Блин. Мы можем прям во всем покопаться? Офигенно. И мы можем прям включить, выключить фары. Капец. Очень круто. На, постой здесь пока, бро. Вроде ничего нет. Окей, сейчас посмотрим багажник. Так, ладно, проверяем номерные знаки. С-О-У-Ай-3-1-7-4-З-Т-М, да. Сверяем. Угу. Смотрим теперь Кагастан. Блин. Прям реально Пейпер Сплишь. Ну, выглядит прикольно. Кагастан, да. Правильно. Есть. Соответствие. Давайте зайдем в типовой бланк, наверное. Типовой бланк. И попробуем его сверить, наверное. Типовой бланк. Соответствие. Окей, все, я понял. Паспорт. Паспорт автомобиля. Викклкарт. Не знаю, он мне не дает сверить. Разрешение на въезд. С типовым бланком можно сверить как-нибудь, нет? Ладно. Давайте. Арест Гудашви. Гудашви. Номер паспорта сверяем. Все правильно. Вот это что за... Ну-ка, подождите. Разрешение на въезд. Где эта фигня? Поиск контрабанды. Нет. Разрешение на въезд не нужно. Где оно? Нет такого. Печать. Печать. Давайте печать посмотрим, не знаю. Вернемся назад. Номер паспорта. Нет, подождите. Печать где-то здесь. Ага. А вот это что? Срок действия в паспорте. Проверить действительность документа. Через октября 1981. Сейчас апрель. Все правильно. Причина въезда транзит. Окей, ладно. И... Азам 72. Давайте сверяться. Азам 72. Азам 72. Да. Все подходит. Окей, бро. Думаю, мы тебя сейчас запустим. Единственное, что осталось сверить твою фотку. Смотри на меня. Ну, похож. Но, правда, без очков. Ну, да, скорее всего, это он. Давайте сверим автомобиль. 1400. И разрешение. 2000. Ну, все нормально. Все, возвращайся назад. Так. Разбитые окна. Один. И остальное все. Тип автомобиля. Въезд автомобиля. Вроде все правильно. Регистрационный номер. Да. Вроде как все окей. Въезд разрешен. Его запустим. Копец. Вон там последняя тачка. Мы ее, наверное, сегодня еще посмотрим. Но я уверен, что я практически прав. А у него бампера еще нет. Надо было это отметить. Ну, это, в принципе, не так критично, я думаю. Нет там, нет там. Ай-яй-яй. Блин. Это он лоб. А почему? Фотка не соответствовала. Блин, а она должна быть прям ровно один в один такая? Так. Все, я понял. Учимся понемножку. Пишкаем к следующему. На это и нужно обучение. Надеюсь, меня не пристрелят. Они должны совпадать. Все, я понял. На 100% значит должны совпадать. Добрый день, товарищ командир. Здорово. Спасибо. Спасибо. Дуд 7502 HP. Окей. Сверяем данные. Кагастам. Логотип правильный? Вроде правильный. Я его где-то видел. Да, такой есть. Сверим на всякий случай. Номер паспорта. Сверяем с вот этим. Варила 4х4. Сейчас посмотрим. Чисто. Это же этот. Нива. Варила. 4х4. Да, это оно. 15 января 1982. Да, все правильно. Причина въезда. Работа. 40 действий. 9 июля 1981. Ну, пока. Да. Да, да. Все совпадает. По фотке. Ну-ка. Посмотри на меня. На. Все совпадает. Сейчас весим твое тачку и проверим, что там лежит. 1290. 1200 килограмм. Все, совпадает. Окей, бро. Давай, высаживайся. Так, у него разбито два стекла, получается. Сейчас мы включим фары и посмотрим, что там. Что там, как там. Все работает. О, бардачок можно открыть, оказывается. Так. Здесь ничего вроде бы. Бардачки тоже ничего. Два стекла разбито, спущено колесом. Разбитые окна. И спущено колесо. Бампер есть. Окей. Фары работают. Кайф. Отлично. Ну все, я думаю, мы его запустим. Опись груза и регистрационный номер. Так. Вот в чем я непонятно, это регистрационный номер на самом деле. Что это такое, где это находится. Типовой бланк вроде как все правильно. Сейчас сверим, кстати, в вот эту историю. Типовой бланк. Как я в прошлый раз его нажал? Я что-то не понял, куда я нажал вообще. Не подходит для сравнения. А что за глазик, который типа становится меньше? Как понять, что оно сходится или не сходится? А я медленно это сверяю или что? Я типа уставший. Ладно, мы его пускаем. Let's go. Я думаю, я правильно решение сделал. С фоткой просто непонятно было, с остальным вроде как все окей. Блин, ну это прям вообще напряженно. Я прям сконцентрированный. Сейчас сижу, думаю, а то он, блин, пускать его или не пускать. Yes. Бумаги в порядке. Кайф. Не лучше начало, товарищ. Может быть, завтра будет лучше. В свою квартиру и отдохни. Это моя квартира. Пожалуй, да, отдохну немножко. Неплохо. Капец. Капец. Мне понравилось. Довольно-таки интересно играет. Некорректная проверка минус 200. Обслуживание КПП минус 300. Жесть. Мы еще и деньги платим за всю эту историю. И вот и новый день. День сурка чистый. И вот у нас он снова начинается. Но начнется он уже с нами в следующем эпизоде. Когда мы ворвемся вновь в кадроман Полис. И когда выйдет полная версия. Мне бы вообще понравилось. Это прям Papers, Please. Но поприкольнее. Типа здесь намного больше различных вещей. Которые тебе надо проверить. Не просто человека и что он говорит. А еще и в том числе его тачку. И что в ней лежит. Вот. Хотя в Papers, Please можно было общаться. И там был прям storyline. Не знаю, здесь он есть или нет. Но тут такие же газеты. Такие же какие-то истории. Человек, который тебе дает там советы. И вот это вот все. И у тебя какие-то на себя вроде как расходы есть. Ну такая тема. Короче, мне понравилось. По-моему, прям прикольно. Чисто пролог. И демка. Прям кайфовая. Вот. Я думаю, что когда выйдет полная игра. Мы обязательно с вами ее попробуем. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так. Не забывайте нажимать на кнопочку лайка. А также подписываться на канал. У меня цель до конца года. Набрать 200 тысяч подписчиков. Вот. Надеюсь, что вы мне с ней поспособствуете. Вот. Если что. В любом случае можете поменять свое мнение чуть позже. Вот. Спасибо вам огромное за просмотр. Как всегда. Самое главное болячь. И пока-пока.